Конкурс Эврика является стартовой площадкой для школьников Кубани, увлеченных научной деятельностью. Многие молодые ученые начинали свой путь в науку с проведения исследований еще в школьных стенах. Конкурс научно-исследовательских проектов Эврика, муниципальный этап которого прошел в нашем районе, помогает открывать юные таланты и вовлекать их в научную деятельность в различных областях науки, техники, культуры. 54 учащихся из школ района представили на суд жюри конкурса проекты как в области гуманитарных и социально-экономических, так и естественно-научных дисциплин. Работы научно-исследовательские. Дети выдвигают гипотезу, находят актуальность, ставят перед собой цели, задачи, доказывают свою гипотезу. Конечно, у всех это абсолютно разные исследования. Кто-то ставит опыты, дети даже делают различные конструкции. То есть можно на разных секциях увидеть очень интересное. То, что создают дети своими руками, это, конечно, очень здорово. Учащийся 17-й славянской школы Максим Мерц уже не в первый раз участвует в этом престижном конкурсе. Он сделал модель магничивателя для получения специально обработанной воды, обладающей полезными, по его мнению, свойствами. Обработка очень даже легкая, но при этом у нее появляются такие свойства, которые можно использовать в очень многих сферах деятельности. Сейчас она уже используется в животноводстве, нефтедобыче, сельскохозяйственной деятельности и, в принципе, в поседневной жизни. И я решил рассказать, какие она обретает свойства и как правильно сделать магничиватель. В 12-й школе, где проходил муниципальный этап конкурса, были созданы все условия, чтобы одаренные ребята смогли проявить свои способности. Развитие навыков проектной, научной и аналитической работы, умение практически применять полученные знания – все это очень поможет конкурсантам в будущем. 9 лучших юных исследователей муниципального этапа пройдут на зональный, а в случае успешного выступления и там – на региональный этап конкурса «Эврика». Андрей Весневский, Георгий Калинин. Программа «События».